Аркадий Аверченко Человек с испорченными часами Читает Екатерина Маловичко Усевшись поудобнее в кресло, он посмотрел на меня и, удовлетворённо, сказал «Вот вы какой!» «Да», — скромно улыбнулся я «Давно пишете?» «Четыре года» «Ого! А я тоже думаю, дай-ка что-нибудь напишу» «Написали?» — полюбопытствовал я «Написал, принёс, хочу у вас напечатать» «Раньше писали?» «Нет, другим была голова занята, а нынче с делами управился, жену в имение отослал, ну, знаете ли, скучно» «Э, — думаю, — попробую-ка что-нибудь написать» «Вот, написал и притащил» «Хе-хе» «Почитайте новоявленного Байрона» «Хорошо-с» «Одну минуту, кончу корректуру и тогда к вашим услугам» «Это был длинноносый немолодой человек в чёрном сюртуке и с бриллиантом на худому зловатом пальце» «Он осмотрел свои ноги и, улыбнувшись, сказал» «А приятно, когда везёт» «Кому?» «Да вот, например, вам» «Пишете, зарабатываете деньги, вас читают» «Трудно писать», — рассеянно сказал я «Ну, как вам сказать» «Я, например, сел, и у меня как-то это сразу вышло» Я отодвинул неоконченную корректуру и сказал «Где ваша рукопись?» «Вот она, условие 15 копеек строка, а следующие вещи по соглашению» «За дебют можно подешевле» «Ладно, ответ через две недели» Я бросил косой взгляд на начало лежавшей передо мной рукописи и сказал «Кстати, нельзя писать, солнце сияло на закате небосклона» «Ну, ничего», — добродушно усмехнулся он «Исправите, это первые шаги» «Ну, я пойду, не буду отнимать у себя и у вас драгоценное время» Он вынул часы, взглянул на них и сказал с досадой «Вот анафемические, опять встали» «Испортились?» — спросил я «Да, давал чинить, ничего не выходит» «Да уж эти часовые мастера» «Позвольте, я посмотрю их, может быть, что-нибудь можно с ними сделать» Он удивленно посмотрел на меня «А вы часы можете починить?» «Отчего же?» «Пустяки» Я взял протянутые им часы, открыл заднюю крышку и стал внимательно разглядывать комбинацию колесиков и пружин «Ну-с, попробуем» Я взял перочинный ножик и ковырнул механизм Два колесика отскочили и упали на письменный стол «Ага!» — удовлетворенно сказал я «Ишь ты, подлые!» Нащупав пальцем тонкую, как паутина спираль, я подцепил ее ногтем и, размотав, вытащил Заодно вынул и два каких-то молоточка, соединенных душкой «Ну что?» — спросил писатель, с недоумением следя за моей работой «Да что ж!» — пожал я плечами, выковыривая из футляра последние остатки механизма «Часы как часы! Тут столько всякого напутано, что сам черт не поймет!» Он вскочил, бросил растерянный взгляд на выпотрошенные часы и вскричал «Да вы-то сами понимаете ли что-либо в часах?» «Как вам сказать? Скорее не понимаю, чем понимаю» «И вы никогда не занимались часовым делом?» Откровенно говоря, нет «Вот сейчас только! Немножко!» Он заревел, собирая в опустевшие часы все свои колесики, пружины и молоточки «Так какого же вы, дьявола, ни черта, ни смысля беретесь не за свое дело?» Заревел и я «А вы-то тоже! Какого вы, дьявола, взялись за литературу, ни черта в ней, ни смысля? Что ж, по-вашему, починять часы труднее, чем написать хорошее литературное произведение?» Потом мы оба сразу остыли Он засмеялся и сказал «Ну, черт с вами! Если эта моя вещица не подойдет, принесу другую» «Ладно», — согласился я «Если еще будут у вас часики, притащите их Может быть, мы оба, в конце концов, научимся» «Музыка» 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 Субтитры создавал DimaTorzok